Ранней весной этих отправили на этап. Этих, потому что мало кто называл их имена. Иностранных агентов, клеветников, марионеток с запада, агентов ЦРУ. Их осудили показательно. Процесс хорошо пиарился, что имело обратный эффект. Им сочувствовали, их поддерживали приговором открыто возмущались. Госбезопасность не дремлет. И докладывает наверх. В Москве состоялись выступления и сборища в защиту распространителей сведений, порочащих страну. Организаторы были связаны с зарубежными организациями. Патриотичные проверенные писатели пишут обличительные статьи, в которых сравнивают подсудимых с кем? С фашистами, разумеется. А глава государства говорит о них с самой высокой трибуны, не называя, разумеется, имен. Достаточно определения «берлинские пациенты». Эй, нет, простите, просто молодчики. Встречаются и такие, которые избирают своей специальностью клевету на наш героический народ. 55 лет назад в Москве осудили писателей Андрея Синявского и Юрия Даниэля. И что-то я вообще не вижу разницы между 1966 и 2021. Ах да, у нас теперь есть интернет, по крайней мере у тех, кто не сидит. Синявскому дали 7 лет строгого режима. Даниэлю 5, Михалков, папа нынешнего Бесогона, Гемнюк и казацкая наша Косточка, писатель Шолохов, стали главными общественными обвинителями Синявского и Даниэля. Мало им дали. Это самое мягкое, что они несли с трибун. Но, собственно, за что? За написание текстов, причем художественных произведений, которые не нравились КГБ, партии и правительству. И лично товарищу Михалкову и Шолохову, если, конечно, они их вообще читали. В чем я лично сомневаюсь, а где бы они их взяли? В стране их не издавали, только за рубежом. Рукописи тайно переправляла дочь военно-морского атташе Франции Элен Пельтье-Замойская. А печатались они под псевдонимами. Но как их нашли? Есть много версий. От предательства друзей, что, скорее всего, до осознанной утечки от западных разведок в обмен на чертежи советской подводной лодки. Это какая-то совсем завиральная версия. А зачем они там, за границей, печатались? Они же были писатели, это их профессия. Их не печатали в родной стране. А интернета в фейсбуке и телеге тогда не было. То ли дело нынче. Пиши себе сколько хочешь. И под любым ником. Только тебя все равно найдут. Как Синявского и Даниэля. Если кому-то не понравится, что ты пишешь. И посадят. Толк-то от вашего интернета. 55 лет прошло. А никому не надо здесь объяснять, почему тебя посадят, если ты пишешь то, что не нравится, опять же, Михалкову. Который всегда точно знает, чего хочет государь, как бы его ни звали. Что было дальше? Как обычно. В 1971 году Андрей Синявский был помилован по инициативе Андропова. В то время главного КГБшника. И уехал во Францию. Похожий путь. Потом проделают другой ЗК. Михаил Ходорковский. А Юрий Даниэль остался. Его по-прежнему не печатали. Выручали друзья. В том числе Акуджава. Который публиковал его под своим именем. И отдавал гонорар. В 1991 году дело Синявского и Даниэля было пересмотрено. И приговор отменен за отсутствием состава преступления. Даниэль до этого не дожил. Жаль, что 55 лет, которые прошли со дня вынесения приговора Синявского, и Даниэлю выброшены в пропасть. Но ничего. Все равно очень интересно было. И есть.